Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хорош и объехал целый свет. И жемчужин на лучших он привез за большой свой дом. Но однажды вышел случай, удивительный с купцом, драгоценную заметил. Он жемчужину друзьям нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с ней, что-то копилось столько лет. Нет такой на целом свете, ровнее, чистее, светлее нет. За огромную цену можно ее завладеть, а с них купить и перестанешь ей пить и есть. В дом просторный он вернулся, где же мчужины лежат, осмотрелся, огляделся, ничему уже не рад. Вдруг очнулся и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчик весь кладет в сундук и проходит он поспешно между удивленных слуг. Ничего не удержало, ни сомнений, ни смех, так мечту свершал он, был купец счастливей всех. На прилавок при торговцам он богатство положил и жемчужину, как солнце, прямо в руки получил. На сияние перламутра с восхищением смотрел он и ни разу с той минуты о покупке не жалел. То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, от чужих сокрыто глаз, где таится драгоценный. Для нее мы день за днем платим цену, платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожил. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и не похож, и для мира стал чужой, потому что Царство Божье, потому что милость Божья, потому что Слово Божье – жемчуг для твоей души. Аминь.